доброе утро ребята приветствую вас на торговой сессии среды снова возвращаемся на волатильные активные торги и наконец таки мы дождались самого важного события последних недель а может быть даже месяцев почему потому что мы все ближе к конечному решению по повышению процентной ставки и сегодня как обещала уже монетарное руководство может быть мы услышим какую-то конкретику по касательно сроков о ужесточении нормализации денежно-кредитной политики а может быть даже мы увидим какие-то серьезные сюрпризы не исключают даже возможности этого самого долгожданного решения но вероятность этого конечно же низко что касается нашего брифинга как всегда в ходе обозначу кодовое слово сегодня величина на бонуса поскольку события все-таки серьезные будет составлять 8 процентов это дополнительная поддержка к тем скажем депозитом которые имеются в вашем распоряжении и плюс к тем бонусом которые действуют в рамках нашей а компании 8 процентов неплохо поддержит покупательскую способность и соответственно позволит вам скажем снизить потенциальные риски связанные с активным а трейдингом по итогам сегодняшней а торговой сессии кодовое слово произнесу по ходу брифинга ну а теперь собственно переходим к нашему брифингу и разумеется начнем с наших а традиционных а вступительных активов это нефть и рубль откройте пожалуйста графики бренда на текущий момент мы видим то что на самый главный энергоресурс для российской экономики находится в районе 53 в целом испытывает по-прежнему серьезное фундаментальное давление причины все те же это самое главное из них конечно же расхождение спроса и предложения избыточное зашкаливающее предложение которые не находят поддержки со стороны спроса напротив мы констатируем слабости ключевых регионов китай вот там до сих пор являются ключевой темой с понедельника мы активно вернулись к мониторингу ситуации с фондовым рынком потому что там очередная бомба которая уже распространяется по финансовым рынком а мировой экономики частности напомню что шанхайский композитный индекс в понедельник свалился на 80 половиной процентов во вторник на торгах снова а чуть просел до трех с половиной тысяч пунктов потом чуть конечно же откатился и сейчас находится в районе 3600 с небольшим хорошо если падение на этом закончится очень надеюсь то что монетарные власти китая смогут взять ситуацию под контроль потому что дополнительные абсолютно ненужные сейчас риски разумеется будут только повышать турбулентность на финансовых рынках и это неблагоприятное скажем явление которое сейчас может быть характерно для фондовых площадок для рынка форекс и для рынка производных инструментов факторов сейчас для волатильности достаточно но не нужно скажем еще дополнительно негативить и связи с возможной ситуации негативным развитием ситуации в китае мы разумеется продолжим следить за тем как обстоят дела а в целом но уже имеем скажем представление о том что если а ситуация в рамках китайской фонды будет находиться скажем развиваться в том же ключе то есть коррекция не остановится на текущих значениях композитный индекс снова продемонстрирует медвежий тренд то здесь разумеется мы будем говорить про наличие еще одного серьезного фактора давления на рынок энерго ресурсов да и в принципе на рынок всех сырьевых активов потому что если осыпется фондовый рынок китай снижается капитализация значит это еще одно подтверждение того что истинные и актуальные проблемы для экономики поднебесной еще более глубоки и системной структурной нежели предполагалось ранее поэтому а ситуацию исправить быстро не удастся если ее быстро не удастся исправить значит можно будет ожидать еще большую просадку экономики в целом снижение спроса на сырьевые товары и разумеется по принципу цепной реакции можно будет ожидать еще больше посадки этих самых активов мы очень много делаем ставки на на нефть на австралийца на канадца на новозеландский доллар то есть это те активы которые очень зависит от соответствующих цен на актуальные и основные для их экономик сырьевые активы и если я уже отметил то что китай сохраняет скажем у нас серьезные посыл предпосылки для еще большего давления на эти активы разумеется негативным образом в долгосроке это будет влиять и на стоимости указанных валютных активов рынка форекс а что касается нефти вернемся к этому активу еще раз повторюсь что у нас по-прежнему имеется ключевая долгосрочная фундаментальная идея которую мы разумеется не отходим по причине отсутствия оснований на позитивный взгляд и делаем ставку на то что предложение не по-прежнему может уравновеситься с спросом мы делаем ставку на то что сделка между западом и ираном соответственно в ближайшее время добавить дополнительные объемы что еще больше усилит рассинхронизацию разумеется мы еще ожидаем усиление позиции американской валюты при росте доллара добавить давление на рисковые активы будет оказано еще скажем с большей интенсивностью есть конечно же локальный фактор поддержки может быть он уже повлиял на динамику нефти если мы посмотрим на вчерашнюю торговую сессию а в принципе несмотря даже на локальный минимум который был ниже текущих значений пара все равно точнее не пара актива выбралась в район 53 и сейчас примерно находится на уровне 53 15 то есть легкий позитивный сдвиг а имеется но в принципе после той просадки которую мы наблюдали несколько дней назад технический отскок он вполне вероятен еще есть один позитивный фактор он а связан с статистикой а прошлого дня это по динамике запасов нефти сша по версии api согласно этому отсчету запасы снизились на 1 и 9 миллион баррель а сейчас следим сегодня за уже официальными данными если на запасы снова увеличится у нас будет уже разумеется тенденция я делал акцент на это а в понедельник поскольку на прошлой неделе мы также фиксировали от минэнерго сша подтверждение увеличения запасов и если у нас будет тенденция значит у нас появится еще один фактор давления на позиции энергоресурсов также хочу сказать точнее приправить общий фон по нефти еще дополнительной статистикой по объему поставок и из ирака частности по июлю уже можно констатировать что это рекордные за много месяцев поставки которые составили 3 и 6 и 3 0 6 миллиона баррелей в сутки поэтому если мы вернемся к другим странам на нефтяного картеля конгломерата опек то уже можно говорить что наши прогнозы по совокупному производству и выработке нефти в сутки уже давно превысили скажем квоту и я думаю что этот показатель уже находится не просто выше 30 миллионов баррелей в сутки а наверное даже уже выше 32 как только получим уже официальное подтверждение я еще посмотрю по объемам производства мы вернемся к этой теме но я думаю что уже сейчас можно говорить что это еще один негативный фактор для рынка энергоресурсов сейчас в целом резюмируя общий фундаментальный фон у нас достаточно на факторов предполагающих еще большую долгосрочную просадку энергоресурса по бренду напомню что мы продолжаем двигаться вслед за этим коллекционным трендом и ставить на снижение активов район а 50 долларов за баррель что касается рубля понятное дело что если сыпется нефть здесь рублю нечего противопоставить к сожалению приходится дисконтировать эту слабость собственную стоимость и также показываете виток за витком очередной девальвации мы уже видим то что пары юзди рад находится выше уровня 60 даже вчерашний хай был зафиксирован практически на уровне 61 после чего последовала незначительная коррекция восстановление рубля опять же по причине легкого импульса отскока от минимальных значений нефти что касается российской валюты здесь у нас а в целом конечно же ключевым движком движения выступает нефти что касается статистики по россии еще раз напомню что здесь также радоваться нечему поэтому долгосрока это еще один негативный фактор для оппозиции российской валюты стоит также отметить что текущее ослабление российской валюты за последний месяц она составила уже 10 процентов создает серьезные препятствия для дальнейших мер экономического стимулирования российских монетарных властей мы знаем то что в эту пятницу пройдет очередное заседание центрального банка россии и если бы рубль продолжал торговаться в районе 55 но 56 57 я бы допустил возможность того что центральный банк россии российские монетарные власти могут предпринять дополнительные меры экономической поддержки экономики стимулирования и снова снизить процентную ставку может быть до 10 процентов речь идет о ставке рефинансирования но поскольку сейчас мы видим то что рубль уже ослаб больше чем предполагалось может быть даже ситуация вышла уже из-под контроля значит на фоне этой девальвации параллельно очень серьезно растут и риски инфляции есть такая простая математика если российская валюта нас слабеет на один процент то это а смело плюсует к общему показателю по индексу потребительских цен 0,4 процента поэтому если мы говорим о 10 процентной слабости за последний месяц рубля значит можно говорить о том что через несколько месяцев уровень инфляционного давления рискует подскочить на 45 процентов поскольку инфляция уже находится на двухзначном уровне значит если прибавим еще к этому 45 процентов значит общий показатель индекса потребительских цен будет стремиться уже к очень критическому значению на котором нужно будет уже принимать более решительные меры и действия и они будут уже направлены не на снижение процентной ставки а может быть даже точнее не может быть разумеется как логичное следствие на повышение ставки рефинансирования как мы видели это в конце 2014 года когда инфляция в принципе достигла своего локального на пика в 17 процентов даже не 17 а чуть выше и российские монетарные власти чтобы остановить и стремительную девальвацию рубля были вынуждены пойти на повышение процентной ставки на ужесточение монетарной политики и разогнали ставку рефинансирования до 17 процентов поэтому сейчас в пятницу если центральный банк снизить процентную ставку значит это будет еще один фактор давления на рубль учитывая то что сейчас пара торгуется уже выше 60 я думаю что дополнительное давление сейчас наверное абсолютно не нужно опять же а учитывая те параллели с инфляцией поэтому скорее всего 90 процентов того что центральный банк не скорректирует процентную ставку и возможное решение поэтому будет уже убрано на следующее заседание центрального банка который состоится 13 сентября 2015 года то есть по сути через полтора месяца вот тогда уже снова вернемся к ситуации с динамикой на российском валютном рынке посмотрим за ситуации с нефтью а с рублем и уже снова примем решение о том есть ли основания для изменения и коррекции текущей ставки что касается других факторов а давление на рубль здесь как я уже отметил а статистика в россии нефти который постоянно осыпется и мы уже давно не видели даже какого-то интересного восходящего импульса который может убедить еще те кто надеется на возврат бренда выше 60 долларов на то что этот сценарий еще не лишен смысла мы не видим интересных обычаих выпадов и опять же определяя общую фундаментальную картину продолжаем делать ставку на то что есть все основания для еще больше коррекции а вот для роста нет ни единого также против рубля могут может сыграть и фундаментальный фон из сша если фрс повысит процентную ставку это приведет разумеется к еще большему укреплению доллара и еще большему давлению на рубль но это решение разумеется мы ждем поэтому от этой идеи я думаю что до того как она не будет озвучено на рынке мы точно не откажемся поэтому можно вернуться все-таки к долгосрочной идее по паре юсдраб которая направлена на то что российская валюта против американского конкурента легко может даже двинуть в район 65 что касается как раз срочных идей то поскольку рубль в последнее время и без того серьезно перепродали я допускаю возможность локальной коррекции может быть даже возвращение пары в район 58 но на долгосрок все-таки здесь ждем еще большего давления на позиции российского валютного актива идем дальше евро доллар откройте пожалуйста графики пара в целом на текущий момент торгуется в районе 1 10 50 мы видим то что уровень 1 10 не отпускает этот тандем валютных активов действительно является очень серьезной поддержкой которая периодически трансформируется в сопротивление в общем сакральный уровень и мы уже сказали о том что этот ценовой рубеж является кульминацией для дальнейшего движения отправной точкой либо для восходящего выброса либо для коррекционного сохранения коррекционного тренда продолжение еще большего ослабления и движения в район 1 0 5 что абсолютно оправданно со фундаментальной точки зрения что касается евро хочу предложить вам еще идею учитывая идею которая связана со текущей динамикой сырьевых товаров я считаю то что снижение цен на сырьевые активы которые мы наблюдаем в последнее время может серьезно скорректировать общий вектор политики монетарного курса европейского центрального банка и если снижаются цены на энергоресурсы я надеюсь что все прекрасно понимают это приводит к тому что снижаются издержки на производство если снижаются издержки на производства то разумеется начинают снижаться и цены отпускные цены на товары если снижаются цены значит находится под давлением уровень инфляционного показателя то есть уровень инфляции уровень индекса потребительских цен и если снижается уровень индекса потребительских цен для еврозоны это по сути уже ковровая дорожка к тому чтобы увидеть отрицательное значение вот такая логическая цепочка она в принципе должна еще больше усиливать ожидания касательно дополнительных мер экономического стимулирования со стороны европейского центрального банка и как раз снижение цен на сырье может спровоцировать и cb и лично марио драги на то чтобы продлить программу количества смягчения сделать ее более скажем длительные продлить за сентябрь 2016 года может быть расширить ассортимент выкупаемых активов либо увеличить просто те покупки в рамках текущего пола который считается на сумму в 60 миллиардов евро поэтому в целом любой из этих сценариев 1 2 3 это дополнительные меры экономического стимулирования это разумеется дополнительное давление на позиции главного валютного риска на евро валюту и это еще один аргумент в пользу того что евро доллар продолжит движение в район 1 0 5 и собственно к той цели которую мы поставили довольно таки давно это наш ориентир на долгосрок поэтому ожидаем новых стимулов делаем ставку на коррекции евро и разумеется с должным образом реагируем на абсолютно логичные восходящие импульсы выпады по причине опять же технической проторговки но и локальных факторов которые появляются на рынке идем дальше доллар японская иена здесь также как и по евро доллару мы видим качели сессия вверх сессия вниз на текущий момент актуальной котировки 123 55 мы видим то что по итогам вчерашней торговой сессии доллар снова отбил те пункты которые были утрачены днем ранее выбился в лидеры роста причина это снижение как раз и японской иены поскольку падение китайской фондовой секции приостановилась значит это снизилась привлекательности защитных активов которым традиционно относится японская иена поэтому трейдеры снова стали переключаться с активных покупок иены на активные покупки доллара тем более что это абсолютно действительно своевременно ведь мы буквально в нескольких часах от долгожданных итогов двухдневного заседания фрс сегодня мы ждем ставку и сегодня мы ждем комментарии выступления ряда высокопоставленных лиц и и соответственно формулировки о том когда же все таки надеется на долгожданное повышение ставки на долгожданное ужесточение монетарного курса и нормализацию в целом денежно-кредитной политики поскольку мы уже в последнее время неоднократно возвращались к общему фундаментальному фону общей статистике по сша и констатировали действительно хорошие результаты вспомните последний отчет по заявкам на пособие по безработице вспомните последние данные по на рынку недвижимости по индексу производственной активности статистика хорошая и в целом она уже подготовила а трейдеров инвесторов к тому что на фрс готова пойти на это долгожданное решение есть правда один подводный камень и одно но самую скажем большую неприятность для финансовых рынков а сейчас скажем самый большой риск для финансовых рынков сейчас идет со стороны как раз а китая если фондовый рынок продолжит сыпаться если ситуацию не удастся взять под контроль а в китае то разумеется а монетарные власти на сша учитывая то что между китаем и фрс точнее между китаем и экономика соединенных штатов америки очень развитые торгово-партнерские взаимодействия могут обозначить то что эти риски легко начнут транслироваться и на прочие экономики прежде всего на экономика сша а значит в подобных условиях может даже будет не лишним повременить с повышением процентной ставки но этот сценарий будет актуален только в том случае если мы увидим что фондовый рынок продолжает сыпаться напомню что сейчас этого не происходит сейчас напротив он стабилизируется я думаю что до конца этой недели он сможет уже показать уверенно восходящее движение которое разумеется вряд ли перекроет потери последних дней но все-таки создаст основание для более оптимистичного настроя в отношении азиатской фондовой секции если этот риск будет убран значит мы уже полностью целиком вернемся к нашей а фундаментальной идее которая будет направлена на рост американская валюта что касается долгосрочных трейдеров то тут я даже предлагаю нивелировать и забыть про китаю просто не скажем упускать из фокуса внимание то что сейчас основание для повышения процентной ставки достаточно и если мы не услышим об этом решении скажем в сентябре то непременно до конца 2015 года это решение будет озвучено поэтому для долгосрочных трейдеров здесь нужно просто еще больше быть уверенным в том что юздиена сохраняет хороший потенциал для роста и мы находимся скажем а в правильной длинной позиции напомню наша цель 125 что касается других активов фунта вчера анализировали данные по ввп в целом годовой показатель 2 и 6 процента он полностью совпал с прогнозами но оказался хуже прошлого значения реакция фунта оказалась позитивной мы видели то что пара на фунт доллара добралась до уровня 1 56 но а в целом опять же возвращаясь к последним макроэкономическим данным я считаю то что пока еще очень рано покупать британскую валюту очевидно что фон сохраняет а потенциал для еще большего движения движение ниже уровня 1 55 и сегодня уже все будет зависеть как раз от итогов заседания фрс если сегодня американская валюта получает поддержку я считаю то что вероятность этого очень высока значит рисковые инструменты будут находиться под серьезным давлением и разумеется такое же давление будет оказано тогда на фунт поэтому уровень 1 55 в случае усиления позиции доллара мы сможем увидеть уже до конца сегодняшней торговой сессии что касается юздиена я сказал 125 это для долгосрока но если опять же сегодня последует какой-то сюрприз от фрс уровень 125 может быть стать уже не сопротивлением а поддержкой для пары уже также до конца сегодняшней торговой сессии и поскольку я сделал акцент на сырьевые товары стоит еще обратиться к перспективам пары out юзди также откройте графики посмотрите текущие актуальные котировки 0 73 30 и здесь стоит все-таки замкнуться на ситуации с китаем снижение производственного индекса разумеется снижение китайского фондового рынка актуальные проблемы все это будет выступать наверное одним из ключевых факторов давления на позиции австралийца плюс ко всему не забывайте о том что по прогнозам на ближайшие в перспективе скажем года полутора железная руда в плане стоимости основной экспортный товар для австралии может снизиться еще на 30-40 процентов поэтому я считаю то что австралийцы нужно смело продавать делать ставку на движение ниже уровня 0 73 ближайшая цель 0 72 но я думаю что до конца этого года мы сможем даже коснуться отметки 070 поэтому это также наша долгосрочная идея мы от нее не отворачиваемся уже с точки зрения скажем о тех уровне с которых мы начали анонсировать возможность для коррекции out usd сделки уже результативны но опять же потенциал еще коррекционное движение не исчерпан впереди уровень 0 72 и 070 туда пока и стремимся что касается кодового слова на сегодня поскольку очень много слов было сказано про сегодняшнее решение по фрс мы ожидаем оставку и давайте возьмем качестве сегодняшнего кодового слова как раз слово ставка чтобы воспользоваться бонусом который напомню сегодня составляет 8 процентов достаточно связаться с вашим персональным менеджером и потребовать его получения бонуса действует до завтрашнего брифинга это бонус на пополнение плюс к тем акциям которые характерны для нашей компании уже сейчас вопрос есть тогда большое спасибо за внимание ждем комментариев и вопросов на нашем официальном канале о маркет оставляйте их под видео окном всего доброго до свидания